СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Зачастую у нас тут такая многонациональная команда собирается, но я сейчас хочу обратиться к недалекому прошлому, когда мы делали серию программ, такая программа знакомства со страной, куда можно съездить, отдохнуть, как альтернатива далеким европейским или другим странам, странам, безусловно, которые раньше входили в состав Советского Союза. Были такие программы знакомства, и сегодня это вылилось в знакомство с конкретным человеком. Вы знаете, что я о нем узнал во время подготовки к программе? Сильнейший человек планеты, чемпион мира, человек-локомотив, автор пяти рекордов, занесенных в книгу рекордов Гиннесса. Заинтриговал наших слушателей, интересно? Я представлю его. Это Нураддин Белаганлы. Правильно произнес? Правильно. Это все про него, сильнейший человек планеты. Добрый день. Добрый день. И привел этого в гости, чего же греха таить, в нашу студию, Элнур Гусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджан, член общественной палаты Кировской области. Элнур, добрый день. Добрый день. Добрый. Ну что, спасибо за такого гостя. Я думаю, что если у нас в процессе программы будут какие-то языковые препятствия возникать, Элнур, ну, попросту говоря, переведен, да? Ну, естественно. Я считаю, что Нураддин-то понимает по-русски, но он, может быть, как-то стесняется, но он понимать-то понимает, но немножко говорит с акцентом. Я сказал ему, говорю, тут не надо стесняться, как есть, так и есть. Говори, если что не поймешь, мы будем приводить. Все правильно. Нураддин, вы живете в Азербайджане? Да. В Баку живете непосредственно? В Баку. В Баку живете? Ну, слушайте, мне стало немножко даже не по себе, прочитав о вас, о ваших заслугах. Ну, давайте начнем с цели визита все-таки в наш город. Тут Элнур может подключиться. Вы приехали для того, чтобы показать свое мастерство, удивить публику, чем вы занимаетесь. Я богатырь. Вы богатырь. Такое русское слово богатырь. Азербайджанский богатырь. Я в России много города вступал. Здесь Элнур. Я не знаю, азербайджанский. Ну, ничего не стесняется. Ты говори по-азербайджански, я приведу. Говори, переведем, поймем друг друга. Девятый лиф. Мы сюда, я не знаю, больше города, я не знаю, что хочется. Мне сюда Элнур пригласил, и мне очень приятно оказаться в городе Кирове, Кировской области. Очень понравилось этот город мне. Мы здесь организовываем различные мероприятия, как раз показываем свое мастерство публике. Он где бы ни был, он очень любит страну Россию как, потому что где бы ни выступал, он всегда выступает под двумя флагами. Вот это приглашение, оно приурочено к чему-то конкретно, к Новому году или просто вот так график? Бора гелмэйный мэксэди нэ иди? Бора гелмэйный мэксэди нэ иди? Бора гелмэйный мэксэди нэ иди? Бора гелмэйный мэксэди нэ, бора гелмэй. Тоже он два дня находится в нашем городе, конечно, у него насыщенные планы, постоянно встречи с диаспорами, советами старейшин и все прочее. Он выступает 24-го в Декадаруниче. То есть завтра в Декадаруниче. Завтра в Декадаруниче, да, а посезавтра он выступает перед публикой азербайджанской диаспорой в Придстанской-1, кафе Диоланд. Завтра в Даруниче можно туда приехать и посмотреть. Пожалуйста, пожалуйста, завтра. Вход свободный. Вход свободный. И в Диоланде вход свободный. Можно прийти и посмотреть, на что наш человек-логомотив, один из сильнейших людей в планете, на что способен. Конечно, по нему не скажут, что он такой, да, но я сам увидел, испугался. Он как там арматуру 16-свет диаметровую берет и на руку мотает. У меня же потом страшно, я с ним даже здороваться думаю, руку сломает. Азиз Алич к нам присоединился. Да, здрасте. Да, вот мы заговорили о Нураддине. Ну вот опишите, как вы видите, какого человека перед собой видите? Ну, и что, силач, но не Шверценеггер, не объемов Шверценеггера. Ну, я когда вот первый раз его увидел, я тоже с ним недавно знаком, совсем недавно, то я его представил как одного из древних азербайджанских бойцов. У него типичное лицо, вот, воина. Если осталось его вот одеть как бы вот на самом деле в костюм воина, там вот на голову там шлем одеть. И усы такие, да? Да, усы у него такие, глаза у него такие вот особенные, немножечко таким разрезом восточным. Вот, но я не знаю, как ему самому сейчас, когда я его описываю. Наверное, он думает, что тут это самое? Усы у Нураддина присутствуют. Ага, вот, поэтому, ну что сказать, типичный азербайджанец. Азербайджанский пехлеван, пехлеван это человек-богатырь. Богатырь, да, человек, он действительно, ну, достаточно скромный, потому что то время, которое я с ним пообщался, мы с ним и пообедали, и поговорили. А вот традиционная, давайте поясним, а традиционная азербайджанская борьба, да, можно так употреблять это слово? Сан-Гюляш, мы говорили, да? То есть это спорт? Ну, как-то национальный спорт такой. Или что это? Ну, нет, азербайджанская, когда зорхана, ты, пехлеван, зорхана, да, барбар. Но он, он не борец, не борец. Он сейчас включился, как бы, Нураддин, да, и сказал, что то, где... Сан-Гюляш намешал Олмурсан? Нет, он, он не борец, он как раз... Силач. Силач, Силач, значит, то место, где... Силачи показывали свою силу, называлось зорхана. Да, да. Это что? Хана, это древнетюркское слово, это, ну, там, мы с вами знаем, чай хана, аж хана там, а тут зорхана. Хана, то есть хана, это помещение, это место, ну, раум, если раз есть, закрытое помещение, да? Закрытое или открытое, но в основном закрытое, вот, а зор, это, значит, сила, мощь, как бы, вот, комната мощи, скажем так, комната силы там, да, или помещение силы. Поэтому, вот, человек, значит, там обычно показывает. А вообще в азербайджанской культуре вот такое явление, как силачий показывает свои физические способности. Это исконно, да, что-то такое? Конечно, конечно, да. То есть, многовековая традиция, да? Да, 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 силачий. Когда ему было 11 лет, я специально... Нураддину. Да, Нураддину, он сам рассказывал, я потом посмотрел и прочитал, ему 11 лет было, он первый раз узнал о своей силе, он, корова у них в деревне упала в пропасть, он эту корову взял, нащею и поднял в 11 лет. В 11 лет корову для себя. С тех пор ему говорят, человек, силач, богатырь, в 11 лет ребенку. И как это? Пошли советы какие-то, что-то тебе надо показывать свои способности или как-то. Я тогда сразу функции переводчику. Да, давайте. Сэннэн о инэй совбэтни, ядна салды, Эльнур? Дейдер, ки, сэн о инэй тушэндэ, о ашағы, чайын яны, аха, нэйди орда? Сэнэ кимсэ дэди, гет-гетир ону, я сэнэ лозун геттин он геттин? Нет, я нэйдэ, геттин, геттин он геттин он геттин. Когда я, говорит, увидел? Я увидел, что один человек, которого инвалид на одну ногу, это его животное было. И мне было неудобно, и я как бы захотел помочь. Кюмэйлям, если не могу. И поэтому, ну вот, взял как бы и поднял это животное. То есть, из чисто таких чувств, видишь, и сила пробудилась, да? Прямо как Илья Муромед. А когда первое выступление такое на публику состоялось ваше? Или что-то, 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 на вахт, еще? В шах-вахту. Не чья-ши, да? В детстве. В детстве. В шах-вахту. Ну, как раз, говорит, около этого, где-то вот. Ну, перед этим, говорит, немножко, как бы я перед, вот, историей с животным, немножко я этим занимался. А потом уже стал более популярным, более часто. Ну, вот, видишь, случай, случай. Я не беру Тесаадовки, а трясу, они, белябереща, бу, кальванных щене, да? Я говорю, значит, случай тебя привел. А безумбы, я не беру, и безумбы насилием из дула. Ну, это говорит еще и не просто случайность, это говорит еще в роду нашем, как бы. Это у моего деда, мой дед был таким, похлеванным, сильным. Ну, далее, да, так бывает. Ну, как в русском языке тоже используется, да, там, мускулистый, не знаю, дородный, могучий. Ну, да, рождаются такие люди. Мужчины. Мужчины, да. Богатыри. Специально какая-то физическая подготовка. Сан-Хсус, я не знаю, бельжды, мяш-хол-лурсан-эймэнс, аид-матом-зал. Я, 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 у него спрашивал, я говорю, ну, тебя же надо, обычно спортсмены, там, что-то показывают, там, поддерживают. Он говорит, если я начну там в зал ходить, подкачаться буду, на месте вы мне не найдете, аж мне придется дерево с корней вытаскивать. То есть, то есть, вот это вот данные природой, да? Будутся на это объяттимали, верим. Аллахам, верим. Аллахам. Природой. Да, 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 природой Аллахам, как бы, подаренные. Ну, что, вы уже рассказали, что праздник будет, да? Я тут последний слышал, что Эльнур Широты Душей сказал, что ход свободный, заходите, кто хочет там, да? Ну, в ДК Дороничи, пожалуйста. Так и свободный. В ДК Дороничи свободный ход, приходите. Завтра, 24-го, у вас сколько? Он выступает в час 00. Как раз это время, 13.00. В ДК Дороничи. В ДК Дороничи, да. А 24-го, 25-го он выступает, значит, как раз в кафе Диалант. Специально. В кафе Диалант, 17.00. Ну, там большинство будет члены нашей диаспоры азербайджанской, ну, и приглашенные, есть и другие диаспоры, представители других диаспор. Также мы пригласили туда Деда Мороза, потому что дети, люди с семьей, как бы семейный праздник будет. Семьи смешанные зачастую, да. Ну, мы как-то в прошлых передачах говорили о том, что Дед Мороз у нас в Азербайджане. Дед Мороз называется Шахтабаба. Семьи смешанные. Вот что-то, Нурадин. Да, Нурадин. Семьи смешанные. Нурадин. Нурадин. Семьи смешанные. Нурадин. Семьи смешанные. Все перемешивается на самом деле. Я еще хочу понять, да, вот это такая черта, да, традиционная для азербайджанского народа, вот смотреть, ходить на выступления силачей, да? То есть это такая сильная. Ну, развлечение. Я, ну, как бы... Там даже сравнение, сравниваются люди, кто побольше гиру поднял. Вот у нас как раз Нурадин будет выступать, на фестивал я его пригласил специально. Договорились... Вместе Вятка? Да, и как раз он будет там выступать. И договорились в Ленгасово с начальником, да по... Что он подтянет локомотив? Он подтянет локомотив. Локомотив? Да. Потому что он тянул локомотив 40 тонн, 60 тонн, так что здесь мы тоже будем... А сейчас уже появились 80 тонн. Ну, если подтянет, пожалуйста, сказали, что предоставляет. Все с синандарта, да? И он не только с всеми телом, на волосах он 60 тонн. На волосах? Да, на волосах 60 тонн. Да, он надо пояснить. В этом особенность. Он привязывает локомотив к волосам и тянет локомотив. Да, да, да. Ну, надо пояснить, что он Нурадина, ну, я же простым языком сказал, такая шевелюра. Мощная. Да, длинные волосы такие, густые-густые. Давайте уж на этом трюке сосредоточимся. У него еще усы были раньше такие, усы. Он на усах гиры поднимал. А, вот как раз он трюк и показывал. А, вот он еще про один трюк говорит, да. Да, не, пожалуйста, если хочешь, ну, ты можешь сказать, не вопрос. Вот еще про один трюк говорит, что, ну, я, говорит, если буду держать автомобиль, то этот автомобиль, ну, уже заведенный, с места тронуться не сможет. То есть, вот он еще такой трюк демонстрирует. Он держит автомобиль, который заведенный газует, но уехать не может. Любой автомобиль? Любой. Я на Минесиске УАЗ-Дар, Нива-Лар. УАЗ, Нива, вот он как-то самый. А, имеется в виду, это все-таки легковые автомобили. Легковые автомобили. Ну, УАЗ-Дар уже достаточно тяжелый автомобиль, я бы сказал, да? Ну, автомобиль. Современный у вас двухтонник. Газель пусть будет. А, грузовой у вас он, про меня кто. А, грузовой, да, с охотой, я, блядь, да? Ну, он говорит, что, ну, пусть, даже пусть грузовой будет. Ну, дальше не будем, а то он сейчас про танк скажет, а вдруг это самый. Да, что касается железнодорожного локомотива, там задача просто с места сдвинуть или сколько-то там метров протащить, как это бывает обычно? 100-150 метров сейчас задачу он перед собой поставил. 100-150 метров? Метров будет тянуть на волосах. Боже мой. С места трогать и... То есть поверхность ровная, да, чтобы рельсы вот лежали ровно? Ну, рельсы ровно. Не в гору, не в горы. Чейный анвел чельдаш ровно лежит. Таянный. Ага. Это какая-то, не знаю, международная дисциплина сейчас такая есть. Ну, периодички, силачи-то показывают такие вещи, да. Вот он как раз на нашем мероприятии будет тянуть на волосах локомотив. Мы найдем тяжелейший локомотив, там 80 тонн, как Азиарис сказал. Сами сядем сверху, чтобы было тяжелее. Да. И сразу же, и сразу же на книгу Гиннеса подаем от Кировской области. Да. Да. Ура. Вот так вот. Мы заявили об этом. И будет так, азербайджанский пахлеван Нураддин Бейлаганлы установил рекорд в книге рекорд Гиннеса в Кировской области, в городе Кирове. Я сейчас все равно. Завод чьи. Ну, нормально. Прославит на нашу власть. Ну, это, мы напомним, будет летом уже, да? Летом, 12-го и день города Кирова. День города, когда? Да. В июне. Да, в июне. Ну, вот, когда фестиваль будет, день города. Фестиваль уже сейчас совместили, да? Ну, да. Получилось, да? С днем города. Ну, будем надеяться, конечно. Пять авторов пяти рекордов, занесенных в книгу рекордов Гиннеса. Пять, да? Все верно? Пять? Я думаю, что грузовая машина прямо через его тело проезжает. Подождите, колесами? Колесами проезжает. Здесь есть. Любая грузовая. У него в этом, в смартфоне даже записано. Здесь есть. Грузовая. Это рекорд, занесенный? Или что? Это вообще мировой рекорд? Мировой рекорд. Вот, да, да, да. То есть кроме вас это никто не делал? Конечно. Сора. У нас есть рекорд. У меня есть о том, что я ушел в машине. Так. Хочу несколько автомобилей еще собрать. Я не Vater. Получилось, что он не может быть. Порядка десяти. Да. У нас будут вместе. У нас будут вместе. И всех их соединяют вместе? Так. Они будут вместе. Они будут утром. У нас будут coordination. У нас будут вместе. Он хочет, чтобы 10 грузовых машин соединили одним тросом, чтобы они завелись, и он их будет держать. То есть они будут пытаться тронуться с места, а Дураддин, наш гость, будет их держать. Это его дополнительный еще будет для книги Гиннеса. Это он для книги рекордов Гиннеса дополнительный рекорд хочет подготовить. А еще какие рекорды? Или есть еще какие рекорды? Друзья, я с кулаком его тяню. А на ушах тянет. Чего? На ушах тянет. Он с кулаком его тянет. Он с кулаком его тянет машины. Хансы машину. Да, да, он с кулаком его тянет. До одного вагона он тянет ушами. Простите, уши человеческие Они не такие уж большие Как вы зацепляете Ну есть такие, говорит, устройства Соединяются, специально завязываются Я не видел Я не могу сказать Не видел этого слова Я могу показать Все, говорит, зафиксировано Ну, кстати, в интернете можно это найти? Да, конечно Видео изображать В интернете заводишь Нураддин И, значит, должны дать Как минимум, говорит Волосами автомобиль Вот, вот, сразу посоветуем нашим слушателям Зайти на тот же видеохостинг И сразу можно увидеть и Нураддина Увидеть его, как бы, рекорды Слушайте, вы, наверное, миллиардер Кстати, он очень скромный Он очень скромный Я когда его пригласил Я говорю, давай хоть какие-то расходы Тебя покроем дорогу Он говорит, я приеду ради Аллаха Там буду выступать Мне не надо, я сам смогу приехать И, я говорю, так Я сам этот вопрос задал Я говорю, смотри, у тебя там Книга Геннесса, там, рекорды Но это же оплачивают Каждый месяц получаешь Там что-то, пока его рекорд не побьют Да? И богатый И президент Илхам Алиев сам ему деньги давал Он говорил Президент Ну, из президентского фонда Ну, конечно, не наличными Не, но Это, по-моему, нигде нельзя делать Ни в одном государстве Ну, может быть, он и давал наличными Но у него, видимо, это хранится в особом месте В банке Значит, деньги, которые президент давал Вот, и я говорю, ты, наверное, богатый Он говорит, ну, то, что я имею, я все раздаю Все деньги раздаю детским домам Детским домам? Да Потому что... Ну, вот в детских домах Там он инвалидам очень помогает И перед ними постоянно выступает Чтобы как-то их духовное богашение повышать Да, чтобы вот этим примером показать Что вот человеческие возможности, они безграничны Да, и в любой ситуации нужно верить в то, что все получится У вас у самого дети Да, есть, нечетана Одна девочка Одна девочка Как надежда Как надежда, ну, можно, наверное, да А не чешевар? Чешевар? О, уже 16 лет Я она тоже спортсменка, кстати Да, каким видом? Одна девочка Ой, дзюдо, конечно Дзюдо, да, так что не подходи близко Я хангяю Она, ну, один как-то Такой крепкой тоже комплекции Ваша дочь тоже такая А женское дзюдо в Азербайджане распространено? В Азербайджане женское каратэ, женское дзюдо Надо ехать в Баку и смотреть, чтобы понять, что Азербайджан один из самых развитых европейских государств Хотя находится в Азии Хотя находятся Нет, почему в Азии? За Кавказом это часть, как бы, да Часть считается Европой, поэтому Европейская часть за Кавказом Поэтому ничего удивительного Азербайджанские волейболистки всегда в Лиге чемпионов Европы выступают Араза Рейл Много примеров можно провести Что вы? Хорошо, мы продолжим нашу программу Я напомню, что это «Союз нерушимый» После небольшой рекламы Союз нерушимый Таис Алич, ну раз вы пропустили начало нашей передачи Представляете еще раз наших гостей Ну что, сегодня у нас в программе Которую мы ведем с Владимиром Сметанином Гости Ну и Эльнура Гусейнова уже наши слушатели знают Президент благотворительного фонда Азербайджан И сегодня мы с удовольствием вам представляем Человека одного из сильнейших людей планеты Нашего гостя из Азербайджана Нураддин Эбейла Ганлы Чемпиона мира По кличке Человека Локомотив Автор пяти рекордов Занесенных в книге рекордов Гиннеса Человек, который поднимает усами Усами Я не ошибаюсь Я прошу отметить это Усами Ушами Волосами Вот единственное, что я не спросил А носом Я сразу буду переводить на азербайджанский На русский азербайджанский Что-нибудь с носом сделай Вот он удивленно посмотрел Я думаю, что я ему новый план задал Значит, носом он ничего не поднимал Но усами, ушами, волосами Значит, он поднимал, тянул, тащил И, значит, самое большое, что он тащил Это локомотив 60 тонн Железнодорожный 60 тонн Сейчас мы готовимся в Кирове Тащить такой же локомотив Летом А что же мы молчим-то про самолет-то? Оказывается, мы тащили еще и самолет Какой самолет? Большой самолет Большой, а марку не знаешь? А в Турции он большой самолет Так, пассажирский, Боинг Лайнер Лайнер Так, и корабль, пароход И пароход, а? Азербайджан И в Азербайджане тоже самолет Так, два гайка Большой гайка Большой гайка Большой гайка Большой гайка 50 метров, 100 метров, 200 метров Где? Ничего метр Нет, нет, нет Могаммар Газарщики В общем, большие катера Круизные Как бы вот там В общем, тащил Да, да, напомним еще раз о том, что на Оказывается, мы ошибаемся Вот нас уточняет Нураддин Говорит, что он не только локомотив Он сразу несколько вагонов Тащит присоединенных Ну, я-то так и понял, в общем-то Ну, извини, у меня сам локомотив У нас весит 60 А плюс еще сколько вагонов Вагонов еще Да, это уже, извини меня Уже 100, 120 Не знаю, сколько там Узельмюзи Алина Гадатонды Напомню, что посмотреть На возможности Нураддина Можно завтра Может, любой желающий В поселке Дороничи Дворец культуры и спорта Поселка Дороничи Да, Леонид Руссоверна В 13 часов начала Улица Центральная 2А Вот я смотрю Да, завтра в 13 Так что если у вас есть свободное время Ну да, и вот приезд Его посвящен как бы вот празднику Дню солидарности азербайджанцев И Новому году Который мы все будем Скоро справлять Готовишься, Володя? Ну, елка уже нарежена в доме Ну, отлично Да Еще завтра посмотришь Как Нураддин Значит, или послезавтра Как он упражнения нам показывает Сразу самим захочется заниматься Нураддин, а вы как тебя поддерживаете Вот в такой форме? Сану зюй няджур бу форма Да, сахлы ирсанхи Бу харши гюджун чатар Неинерсанхи Неинерсанхи Как в этом смысле Как вот это вот Силу-то в себе сберегать Это зависит от питания Да Сан, Димент Арджмейлера могла Не курю никогда Даже с детства не курил Не пью Вот А что там про питание? Шага было беда орта, я на орда передан шаг да? Так человек сейчас скажу говорит? Уступление Эльянна орда беда башка зерулуша. И она бешка башка, а морда там башка. А я как будто меняюсь когда на выступление иду. Я чувствую изменения. Я чувствую, что меняюсь внутри, становлюсь другим человеком. Продолжение следует... когда помощник уже привязывает вагоны друг другу там или и так далее он уже уже начинает как бы вот внутри настраиваться на эту работу а вот уже после говорит после едим или или миша леней нэгдэ и самога донор мария нога деда цоке он не есэн хшусан я все спрашиваю что он куртан ней сахшу сибири мэйнвар нэсэ анчо ха турмы еле дымали этим и есэн очень любит мисли но больше всего любит долму. Так что хочешь стать пахлеваном, далее. Это один из лучших блюд азербайджанской кухни. Он от него отказаться не может. Долма. Поэтому, если хочешь стать пахлеваном, Володя, налегай на долму. Ты рамьян за пахлеван, он махстився, и долма ешься, но лучше пахлеван. Но он говорит, что перед тем, как он сделать, приступить к этим своему представлению, он немного ест. А вот уже после этого ест для восстановления. Восполнять нужно затраченную энергию, конечно, на все эти физические действия. У меня еще много других трюков, помимо того, что я хочу что-то... А вот, кстати, да, я хотел спросить, что непосредственно вот вы... Кладет за шею швеллер. И по 15 человек с каждого края висит этого швеллера. Нагружаются, люди могут ссадиться до тех пор, пока швеллер не ссадится. Ага, может быть, и по 30 человек наберется, пока согнется этот швеллер. Я, говорит, держу до тех пор, пока швеллер не ссадится на шею. 15 человек. 15-30, пока не согнется. А сюда, сюда, сюда. Ну, по очереди как бы увеличивается. Поезда, поезда. Да. Я пошел срочно в калькулятор. Я умножаю... Он говорит, примерно 3-4 тонны. Вот я сейчас умножаю. Ну, средний вес человека, там, ну, давайте 70 килограмм возьмем, да? 30 человек, ну, это 2-100 уже получается. Да, 2-100 лет. Когда я выступаю в Куран, когда я выступаю в Куран, у меня есть большой бордюрный камень. Я ломаю его головой. Нет, мне ничего не будет. Если этот талант Аллах дал, то можно использовать. А какие номера у нас будете показывать завтра? Завтра, если получится, бордюр покажет. Завтра мы можем найти бордюры. На руке при этом ничего нет. И еще, говорит, забивает гвоздь лбом в эту доску. Руками и головой. Я сразу смотрю на лоб, но обычный лоб вроде нет. А потом, говорит, на эту доску садятся люди и он, говорит, руками, зубами этот гвоздь вытаскивает обратно. Такой вопрос. Вам медики когда-нибудь вас отговаривали этим заниматься? А кемляне медики врачи? А кемляне медики врачи? А кемляне медики врачи? А кемляне медики? Без последствий. Он сразу отвечает. Он понял, что нет, не обращаясь. Мне почему-то сейчас... ВДВшники вспомнились, которые бутылки об голову. А с сабалом берем, аминь, 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 аминь. Аминь? Аминь, 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 аминь. Потом эту шестерку или восьмерку арматуру будет зубами гнуть. Зубами гнуть. Зубами гнуть. В общем еще пару-тройку другого. Гcker миленький не сомневается, чтобы они не сказал. Я так наcersтое стоит. Это неIGN. Город, тогда мне ловится, чтобы они не сказал. В клубе все это будет... Все какие привезут, значит реквизиты или может организовать. Все сломает. Все погнет, все сломает. Тайше единственное, дорогие друзья. — А, говорит, вот сидишь на стуле, ага. — Он вместе с тобой зубами поднимает и будет катать тебя. — Боже мой. — Готов? — И это все никакой либо фокус, не иллюзия, это все реальность. — Нет, это все реально. — Это все реально. — Боже мой. — Нет, говорит, я фокусами не занимаюсь. — Мне все вот беспокоит этот вопрос. — Вы всемирно известный человек, должны же постоянно представить каких-то компаний, подбегать там, промоутеры, там, будьте ли лицом нашей рекламной компании, мы вас там озолотим и так далее. — Есть такой... — — Вы знаете, это очень мощный, известный человек. — Существует, наверное, очень много компаний, которые могут предложить рекламу за рекламу. — Я очень много, я очень много предложил. — Я очень много предложил. — Я как бы активно этим занимаюсь, мне неинтересно. — Просто мы же привыкли как-то в современном спорте, когда известный спортсмен, он больше на рекламных контрактах зарабатывает, нежели участвует. — Он получает там рекордов Гиннеса, ему хватает, скорее всего, он не хочет там ходить кого-то рекламировать. — Я не знаю, что Гиннеса, он не хочет там ходить кого-то. — Я не знаю, что Гиннеса. — Я не знаю, что Гиннеса. — Подходит к завершению, между тем, нашей программы, вот с таким удивительным... — Слушайте, что-то как-то незаметно. — Да, вот с таким удивительным человеком мы познакомились. Нурайдин Бейлоганлы, ну слов просто нет больше, да. — Надо смотреть. — Это надо смотреть, да, поговорить, это да, это так мы завели. — Я учитываю и скажу, что это благодаря там нашему благотворительному фонду Азербайджан, это мероприятие организовано, и это все как бы благотворительный цель, никаких там финансовых или каких-либо там билетов нет, вход свободен, в свободный, так что прошу, если кто желает, может прийти, посмотреть, сфотографироваться, потому что многие даже в Казани, он не один раз был, он по улице идет, там люди подходят с ним, их по телевизору много раз видели, и здесь у нас вот как раз мы вчера с молодежью собирались, он перед молодежью нашим выступал, и все подходят сфотографироваться, кто знает его. Так что и можно сфотографироваться с таким богатырем. — Дворец культуры и спорта, еще раз напомню, завтра поселок Дородич. — В 13 часов. — Следующий шаг, как бы он поедет в Пермь. — Ну что, я думаю, что мы с тобой можем сейчас вот закончим передачу быстро-быстро, да? И можем сфотографироваться на этой истории. — Сфотографироваться, конечно, да. Спасибо, большую удачу! Завершается на этом программа «Союз нерушимый» и всего доброго! — До всех, с Новым годом! — Доступающим! Союз нерушимый